Сегодня в новостях. Новый процессор и видеокарта от компании AMD, смартфон LG Q-Stylus и бюджетный Honor 7A. Ну и всем привет, с вами как обычно Макс и перейдем к IT-новостям за 6 июня. Компания AMD представили видеокарту AMD Vega 56. На презентации компания показала AMD Vega 56 Nano от компании PowerColor. Данная видеокарта является самой компактной 3D-картой на базе Vega 10. Ее длина составляет 170 мм, а максимальное разрешение, выводимое на экран, составит 4000 точек на 2160. По начинке частота процессора от 1156 до 1471 МГц. А также в видеокарте имеется 3584 потоковых процессоров и 8 ГБ памяти. Кроме этого присутствует 3 разъема DisplayPort и 1 HDMI. Рекомендованная стоимость данной видеокарты 450 долларов, а дата выхода пока что неизвестна. На днях был представлен смартфон LG Q-Stylus. Данный смартфон представляет средний уровень. По начинке он имеет 8-ядерный процессор частотой 1,5 или 1,8 ГГц. Зависит от версии. А также 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 либо 64 ГБ в стройной памяти. Дисплей имеет размер 6,2 дюйма с разрешением Full HD+. Аккумулятор на 3300 мА. А также поддерживает NFC, защиту от воды IP68, FM-радио и USB Type-C. Данный смартфон выйдет в трех версиях. LG Q-Stylus, LG Q-Stylus Plus и LG Q-Stylus A. Последний является самой бюджетной версией. Все данные версии получат встроенный стилус. Официально начали продажи бюджетного Honor 7A. Смартфон имеет вытянутый дисплей 5,7 дюймов с разрешением HD+, 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной с поддержкой карты памяти. Процессор установлен 8-ядерный Qoom Snapdragon 430. Камера основная на 13 Мп, аккумулятор на 3000 мА. Смартфон уже доступен для продажи за 9000 рублей на официальном сайте. Ну а кроме видеокарты, компания AMD представили новый процессор Ryzen 3D Reaper 2-го поколения. Из особенностей процессор имеет 32 ядра и 64 потока. А также более бюджетная модель 24 ядра. Пока что представили всего два процессора. В основе данных чипсетов лежат 4 12-ти нанометровых кристалла Zippelin. Ну а стоимость данных процессоров пока что не объявлялась. А в продажу они поступят в третьем квартале 2018 года. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, жмите лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также пишите ваши вопросы. Я на них постараюсь ответить в ближайшее время. Удачи всем и пока.